20 минут о стильном и красивом что проявляет себя в любую погоду и при любых обстоятельствах это beauty time на 31 всем здравствуйте начнем с бьюти идеи она у нас сегодня о том как можно преобразить свою внешность для того чтобы уход за собой отнимал минимум времени и приносил максимум эффекта главный враг идеальной прически в холодное время года это головной убор можно сделать удачное окрашивание или стильную стрижку в салоне но все испортит шапка или берет справиться с проблемой помогает перманентная укладка прикорневой объем и сейчас я расскажу как это работает есть определенная техника есть определенные бигуди которые дают возможность создать прикорневой объем то есть это тоже из серии перманентной укладки это сейчас называется не карминг не химическая завивка все-таки перманентная укладка называется то есть мы просто приподнимем корень то есть проработаем составом прикорневую зону чтоб она у нас имела объем конкретно задача у нас прикорневой объем состав соответственно мы взяли бигуди виде зажима здесь не будет кудрить здесь будет просто вот такой вот чуть-чуть объем естественно от корня сначала мы очистили волосы кожу головы заселены очищаем почему чтобы не смыть липидный слой так как все равно у химическое воздействие поэтому кожи кожи нельзя сильно очищать нужно ее мягко очистить в основном очищается волосы дополнительный объем от корня это то в чем нуждаются обладатели длинных волос особенно те у кого очень тонкие волосы а также те у кого волосы быстро становятся жирными с тонким волосом тех у кого кожа немножечко склонок жирной когда морозы холода у нас все выделяется больше соответственно кожа жирницы и волосы тоже когда мы делаем прикорневой объем у нас получается что волос не плотно прилегает кожи головы и волос не грязнится и соответственно кожа так тоже не выделяется такое количество себума и укладка держится больше мы можем вообще зонально здесь работы то есть хочется вытянутый силуэт мы можем сделать на определенной зоне то есть мы можем сделать на теменной зоне зона деки это называется и верхние боковые зоны и чуть макушке часть до затылочного бугра это самая такая проблемная зона которая всегда без объема соответственно будет вытянутая форма можно сделать в области челки вот здесь объем кому-то надо чтобы она стояла челка можно по всей голове сделать но это будет просто круглая голова то есть нужно смотреть какой овал лица какой тип лица то есть пойдет ли такая форма то есть форма же видоизменится от объема в зависимости от того где будет объем расположен при завивке мы можем дать направление волоса поменять природный рост волос мы не можем это генетика но сделать направление поменять на какой-то период времени мы можем кому-то от лица нужно вот мы носим на прямой пробор мы будем делать от лица кладем вот да бигуди если кто-то носит на какую-то сторону соответственно направление будет другого то есть еще нужно направление выбрать от этого тоже будет объем зависит эффект держится месяца два-три нужно повторять через два-три месяца это бьюти тайм программа о том что делает жизни красивой а внешность ухоженной продолжаем выпуск часто выборе декоративной и уходовой косметики мы слушаем не мнение экспертов а опираемся на опыт подруг которым мы доверяем именно поэтому для обзора продуктов в магазин тони молли мы пригласили участниц миссис россия южный урал меня зовут ольга толкунова я миссис россия южный урал 2020 я мама трех детей бизнес-леди также у меня есть собственная линейка одежды и моя миссия это моя авторская программа которая помогает более десяти тысячам женщинам по всему миру обрести кожу мечты меня зовут екатерина цветкова я мама четверых детей я жена счастливая я руководитель строительной компании крупной с недавних пор я мотоциклистка и еще с августа победительница конкурса миссис россия globe 2020 я екатерина переляева миссис россия челябинская область 2020 я мама троих детей и на сегодняшний день мой основной самый главный проект моей жизни это мои дети я олеся туркина мне 34 года я победительница номинации миссис челябинс 2020 мама двоих замечательных детей я ксения банникова я являюсь миссис веб южный урал представительница конкурса миссис россии южный урал 2020 я мама двоих деток у меня сынок и дочка они у меня погодки просто прелесть несмотря на то что эти титулованные красавицы совмещают сразу несколько социальных ролей и видов деятельности про уход за собой они помнят всегда всегда с огромным уважением отношусь к женщинам которые так умеют работать над собой это очень тяжелый труд когда меня спрашивают на мастер-классах а какой рецепт красоты у корейских женщин у них очень жесткая самодисциплина по отношению к себе то есть они не дают себе расслабляться вот ты там встала значит за два часа до того как тебе выходить на работу встала все сделала все что нужно там хочешь ли ты спать не хочешь вставая иди и неси себя такую красивую в мир девочки особенно блондинки меня поймут насколько важен тщательный уход за нашими волосами потому что блонд это достаточно дорогое удовольствие сейчас я хочу дать вам несколько рекомендаций именно тех средств которыми я пользуюсь сама одно из них это пилинг для кожи головы несмотря на то что мы делаем пилинге для лица очень важно делайте пилинг именно для кожи головы чтобы волосы лучше росли чтобы очищать кожу и чтобы лучше работали луковицы помимо этого замечательное средство это филлеры если вам необходимо быстро привести в порядок ваши волосы чтобы они были очень красивыми гладкими и ухоженными то я вам советую вот эти вот филлеры cpi отличное средство действует просто моментально и вы как после ухода из салона красоты сияющими красивыми здоровыми волосами кожа чаще всего уральских девчонок пересушена поэтому я сама пользуюсь и всем очень рекомендую вот такой гель этот гель это просто невероятный объем влаги который получает твоя кожа как как раз при использовании перед ответственными мероприятиями интенсивными мейкапами так и в принципе в повседневной жизни очень качественно меняет структуру кожи ее состояние внешний вид мне очень нравится этот продукт это тонер для лица его состав входит морской коллаген морской коллаген он на 42 процента впитывается быстрее чем свиной коллаген он наиболее эффективно увлажняет питает кожу очищает и тонизирует один из моих любимых кремов для чувствительной кожи это крем блинкет посмотрите какая милая оригинальная упаковка этот крем на основе молочного белка один из важных моментов у бренда пони моли биоразлагаемая упаковка сейчас это очень актуально в нашем мире это косметика которая имеет приятный запах я вообще люблю наносить крема для ручек для лица для тела и чтобы оставался легкий приятный запах ну девочки наверное меня поймут очень важно чтобы косметика была гипоаллергенная потому что нашему они же все повторяют за мамы мама мажет личико кремом очень мажет личико кремом и поэтому я не беспокоюсь о том что если она возьмет крем из моей баночки и использует его потому что я на сто процентов уверена что это косметика гипоаллергенная один из любимых мною продуктов это бальзам для губ он заживляет ухаживает так как он концентрированный его хватает очень надолго в принципе этом прямо любовь моя и всех моих уже подруг я очень большим удовольствием пользуюсь скрабом вот на содовой основе текстура очень легкая очень хорошее очищение при этом ежедневный уход он даже не повредит кожи такое нежное аскорбирование и после него такая легкость кожи дается я вообще осталась в восторге когда первый раз попробовал вот ну и конечно же обязательно тонер эстетик хаос это легкий и он сужает поры конечно секреты красоты это всегда тема индивидуальная а потому и предпочтение у каждой участницы миссис россия южный урал свои все эти женщины разные но объединяет их то что они много успевают и при этом прекрасно выглядят медиарт утонченная классика медиарт безупречный силуэт женственность главный модный тренд медиарт это платье вашей мечты медиарт гарантия восторженных взглядов центр дизайна форм арт известен как один из первых творческих кластеров челябинска это идеальная площадка для реализации различных художественных проектов формат на своей территории объединяет дизайнеров архитекторов проектировщиков поставщиков и продавцов мебели света керамики отделочных материалов и специального оборудования вовлекая их во взаимовыгодное сотрудничество друг с другом у нас часто проходят мастер-классы художественные мастер-классы по флористике ивент мероприятия различного плана которые можно отнести бьюти индустрии а еще интерьеры форм-арт сдаются фотографам стилистам и блогерам для фотосессий приходите сюда с идеями приходите за идеями приходите за красотой и вдохновением увидимся в центре дизайна форм-арт это кадры с финала первого сезона конкурса плюс сайз красоты леди мармелад этот бодипозитивный проект объявляет кастинг второго сезона мы не делаем большой упор на внешность ну конечно должна быть эстетика и поэтому мы будем помогать женщинам преображаться давать какие-то свои рекомендации но это будет конечно не в принудительном порядке концепция будет такая же течение там шести недели они будут проходить всяческие мастер-классы тренинги игры участвовать презентации партнеров но помимо всего они также будут заниматься репетициями и подготовкой гала шоу также будут опять разыграны денежные призы 25 участниц 16 съемочных дней полная перезагрузка и финальное гала шоу со зрителями артистами и спецэффектами за развитием событий следите в выпусках beauty time а также в социальных сетях ну а все желающие могут присоединиться к участию это мы читаем программа о яркой и насыщенной жизни продолжаем я конечно очень переживал по миллиону причин одно произведение в течение всего вечера обычно у меня шесть-семь рассказов и зритель ему могут понравиться все может понравиться один но неважно тут все а плюс ну достаточно резкие высказывания и суждения не гендерной темы не отношения а общественно-политическая сатира давно хотел потроллить окружающую действительность и диктатуру политкорректности и хиттеров и вот эти пиар-технологии и увлечение людьми эзотерикой сегодня как в начале 20 века это настолько пронизалось наше общество каждая вторая девушка ходит какой-нибудь колдунья привораживает отвораживает выясняется что я этим занимаются люди с высшим техническим образованием иногда мне вообще маленький человек и человек сам по себе маленький не смысле плохой или небольшой внутри большого государства мне интересен был я же сам в том числе маленький человек мне захотелось противопоставить это маленького человека большим людям что из этого выйдет мне удалось много чего написать хорошего как мне кажется зритель скажет хороший нет по крайней мере тот случай когда я считаю что это неплохо и что радует это сначала не получалось сначала писалось плохо если бы не было времени большого на написание это так бы и ушло в плохом состоянии а когда у тебя еще два месяца еще напишешь еще поправишь то есть я никогда так много не редактировал какой-то мне кажется это не случайно это некий закономерный этап развития цивилизации не самый приятный потому что ну мы резко сдали свои свободы мы все боялись что вернемся в ссср когда нельзя будет никуда ездить вот пожалуйста никуда нельзя ездить адаптивность адаптивность мгновенная перестройка под новые реалии часто очень в россии после периода стабильности наступает нестабильность как тогда ушел брежнев и начался квардак но сегодня такие локальные 90 и происходит регулярно в жизни каждого из нас потому что ну ковид для кого-то тоже был 90 бизнес закрылся непонятно что делать ты должен уметь регулярно перестраивать себя под новое время не ждать что она закончится отстраиваться в новое у нас дико неравенство большое количество людей живущих ужасающих условиях а сеть показывает как живут все остальные ты с утра заходишь и смотришь что какой-нибудь там девица в москве выложил завтрак стоимость твоей месячной зарплаты но ты хочешь не хочешь начнешь ненавидеть окружающую действительность это вопрос общечеловеческий неравенство она может загубить цивилизации хейт это всего лишь попытка получить от тебя немножечко энергии не более того и я просто блокирую все без разбора не не интересно читать это про себя как только ты перестаешь это читать это постепенно перестает появляться потому что для региона важно чтобы в регионе были оппозиционные средства масс информации или люди потому что это сигнальная система это иммунитет как глава региона будет знать что не что-то не так а потом когда будет что-то не так его снимут из москвы позвониться что тебя происходит его сниму а снимут потому что мы никто не мог сказать правду что у него происходит регионе и вот можем получить если что вот пожалуйста хабаровск пример поэтому я считаю что самому руководству любого региона важно иметь оппозиционных людей внутри региона чтобы они им сообщали что плохого происходит находить положительных и общаться с ними убирать из своего из своего круга тех которые тебе ничего теплого не привносит жизнь ценить своих близких с которым ты проводишь очень мало времени в обычном режиме а тут выясняется что с тобой живет человек он интересный глубокий мир который тебя наполняет вот это любовь и потом его отдавать если ты через себя пропускаешь она будет дальше эти раскручиваться метаболизм если ты любой забыл никому не отдал она тебя внутри начнет распирать и все еще больше сюжетов о стиле жизни на нашем youtube канале заходите подписывайтесь оставляйте свои комментарии на этом выпуск завершён до встречи наши стильные партнеры имидж студия елены ивановой ателье модный дом я и